МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как спасти протяжку от обмеления? На заседании домских комитетов обсудили возможные пути решения проблемы очистки городских водоемов. 13 ноября во всем мире отмечают День слепых. Такие разные куклы в Музее народной игрушки открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. Уровень почти всех городских прудов и озер в этом году понизился. Это стало настолько заметно, что общественные организации обратились за помощью к депутатам с просьбой найти пути решения проблемы и сохранить водоемы. На очередном заседании домских комитетов народные избранники рассмотрели обращение жителей о восстановлении озера Протяжного и других городских водоемов. Озеро Протяжное – одно из самых популярных мест отдыха у островчан. Его состояние вызывает беспокойство жителей города уже несколько лет. Весной этого года там случилась настоящая экологическая катастрофа – массовая гибель рыбы. Тогда, по мнению опытных рыбаков, замор произошел из-за обмеления водоема. Когда были зимой, лед бурили, смотрели, в общем, лед порядка 80 сантиметров, под ним сантиметров 10-15 воды, в которой гниет водоросль. Вот. Собственно, как любой процесс гниения, из воды выбирается весь кислород и рыбе нечем дышать, соответственно, она погибает. По словам жителей города, за полгода экосистема озера не улучшилась и нужно срочно решать проблему восстановления водоема. В первую очередь провести очистку. С такой просьбой представители общественных организаций обратились к депутатам. Протяжка постепенно умирает в полном смысле этого слова. То есть на сегодняшний день уже купаться стало неприятно, потому что, когда ты плывешь, водоросли по тебе шуршат, как будто змеи. Как пояснила Людмила Шлипугина, монастырский пруд Протяжка – государственный памятник природы регионального значения. Это значит, что любые вопросы, связанные с очисткой водоема, нужно решать через Министерство экологии Нижегородской области. То есть единственное, что мы можем двигаться по этой проблеме – взаимодействовать с Министерством экологии и биться во все двери, чтобы включили в нас соответствующие программы субъекты. Очистка озера Протяжка. Одной из проблем зарастания протяжки общественные представители назвали неправильно установленный слив на плотине. Вода спускается сверху, а должна вытекать снизу. Эта конструкция относится к гидротехническому сооружению и находится в ведении муниципалитета. Но речь идет о исследовании состояния водоема, разработке комплекса мер по улучшению его биологического состояния. Это же микроорганизмы, понимаете? Потому что там четко нужно очистку от травы делать. Действительно, может быть, за рыбу не будут проводить. Это сегодня жестко в Комитете Министерства экологии Нижегородской области. Ну то есть, если, например, одной из рекомендаций в результате исследований будет, что можно действительно этот слив переделать и сделать он неведким, а нижним, то мы можем уже это делать. Депутаты приняли решение рассмотреть вопрос об очистке протяжки в начале декабря на отдельном совещании. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Более миллиарда человек в мире живут с нарушениями зрения. 120 миллионов из них слепые или слабовидящие. 13 ноября отмечается Международный день слепых. Эта дата призвана привлечь внимание к людям, которые полностью или частично потеряли зрение. О тех, кто живет тактильными ощущениями, расскажем в следующем репортаже. Он различает свет, темноту, видит очертания людей. Детали может рассмотреть на очень близком расстоянии. Виктору Седову 31 год. Зрение он потерял, когда ему было 8 месяцев от роду. В мире, где 90% информации люди получают через глаза, слепому и слабовидящему человеку непросто приспособиться к быстроменяющимся условиям. Получилось так, что я встретил на своем пути определенных людей, которые мне помогли тоже адаптироваться. Из ограниченного круга специальностей, который может освоить слабовидящий человек, Виктор выбрал профессию массажиста. Почти 10 лет он помогает людям восстанавливать здоровье после болезней или физических нагрузок. В планах у него добиться успеха в этом направлении. Само развитие в данном случае, как раз таки, развитие идти вперед, развитие тоже самое в социуме, в обществе. По статистике, большинство людей, потерявшие зрение, редко покидают свои дома, не работают и живут на пенсию по инвалидности. Виктор считает, что это связано с тем, что городская инфраструктура не приспособлена для слепых, и им сложно ориентироваться в пространстве. Например, на зданиях не хватает табличек со шрифтом Брайля. Да, в этом городе раскрашены, конечно, пешеходные дорожки, но они не покрыты специальным настилом резиновым. То бишь, если ты идешь, например, с тростью, да, какой-нибудь человек с тростью, он должен хотя бы минимально нащупать, где находится данный переход. Для того, чтобы общество обратило внимание на проблемы слабовидящих людей, был создан Международный день слепых. Всемирная организация здравоохранения выступила с такой инициативой 35 лет назад. Дату 13 ноября приурочили ко дню рождения Валентина Гайюи, создателя первых школ для слепых. 365 миллионов рублей получит Нижегородская область на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в школах. В образовательных учреждениях модернизируют кабельную систему и локальные вычислительные сети. Также установят систему видеонаблюдения, контроля доступа и источники бесперебойного питания. В проекте планируется задействовать 195 региональных школ. Всего в рампах нацпроекта «Цифровая экономика» финансирование выделено 13 регионам России на сумму 3 миллиарда рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Владельцы брошенного и разукомплектованного автомобиля, припаркованного возле дома номер 4, дробь 1 по улице Бессарабенко, департамент городского хозяйства просит убрать свое имущество. Сделать это нужно до 2 декабря. В противном случае машину эвакуируют на платную стоянку, а затем утилизируют. Более подробную информацию можно получить по телефону 97729. Школьников и их родителей приглашают на день открытых дверей Саровского физико-технического института филиала НИЯУМИФИ. В программе презентация факультетов, консультирование абитуриентов и родителей по вопросам поступления, а также запись на подготовительные курсы, обзорные экскурсии по институту, лабораториям, кафедрам, сопровождение студентов. Справки по телефону 39258. На сайте Саровского драматического театра началась продажа билетов на декабрь и январь. В декабре театр «Кукол Кузнечик» представит зрителям новый спектакль «Цыпленок и утенок», а драматический театр – премьеру «Летучий корабль». В дни новогодних каникул маленькие саровчане и их родители увидят и полюбившиеся постановки. Это котенок Гав, тайна волшебных снежинок, морозка, алиса, ищи ветра в поле. Взрослым покажет спектакль «Русский медведь», «Я не могу иначе» и другие. В Сарове прошел муниципальный этап областного конкурса «Новое поколение XXI века». В номинации руководители детских и молодежных общественных объединений свои проекты представили пять вожатых. Победитель отправится на региональный этап, где поборется за возможность представлять Нижегородскую область на всероссийском конкурсе «Лидер XXI века». О том, как заинтересовать подрастающее поколение социально значимой работой, «Как помочь детям развить лидерские качества и адаптироваться в среде активистов» рассказали в своих проектах участники конкурса «Новое поколение XXI века». Свои идеи представили как опытные, так и начинающие руководители детских и молодежных общественных объединений города. Алена Галкина всего год работает в роли старшей вожатой. За это время девушка разработала ступенчатую программу обучения подростков. Первая ступень обучения называется «Узнаю сам». То есть дети узнают нормативную правовую базу детской организации и приходят на вторую ступень. На вторую ступень они уже узнают, то есть они уже не узнают, они уже учат других, то есть они уже учат других проводить какие-либо мероприятия в нашей школьной жизни. Руководители детских и молодежных объединений с помощью инфографики представляли свои программы и отвечали на вопросы в формате дебатов. Жюри оценивало содержание и актуальность проектов с учетом современных трендов. Они показали достаточно высокий уровень знаний по работе с детскими общественными объединениями. Ну и я думаю, что с прикладными умениями в этой области у них тоже все получается. Спасибо вожатым, которые выросли, это заметно. Победители муниципального этапа конкурса «Новое поколение 21 века» объявят 19 декабря в рамках фестиваля «Бумеранг». Они представят наш город на областном уровне. В Нижегородской филармонии прошел 26-й фестиваль «Новые имена». На сцене Кремлевского концертного зала выступили более 30 музыкантов. Участники конкурса были отмечены стипендиями фонда «Новые имена». По результатам конкурса воспитанник детской школы искусств Олег Корчагин был удостоен сразу двух специальных премий. Олег Корчагин принимал участие в конкурсе «Новые имена» в течение нескольких лет. Каждый раз юный пианист привозил оттуда призовые места. Но в этом году он поставил перед собой цель не просто войти в десятку лучших музыкантов области, а стать одним из победителей фестиваля и выступить на сцене с Академическим симфоническим оркестром. Для того, чтобы достичь своей цели и выйти на сцену Кремлевского концертного зала Нижегородской филармонии, Олегу предстояло пройти два тура. На первом жюри конкурса проводили тщательный отбор. Лучшие из лучших попадали в финал. В отборочном туре было 19 концертов с оркестром. Ну, все играли с концертмейстерами своими. Из них отобрали четверых. Вместе с Академическим симфоническим оркестром Олег исполнил концерт Бетховена первую часть. Выучить произведение юному пианисту не составило большого труда. Гораздо сложнее было побороть свои страхи и выйти на сцену. Конечно, волнительно было первый раз, как ты играл. И оркестр играет очень громко. То, что на записи не передается все эти освещения, которые складываются, когда ты сидишь рядом с оркестром, а он гремит своими инструментами. Более 20 лет фестиваль открывает миру целые созвездия имен нижегородских дарований, которые после становятся именитыми музыкантами. Ребята побеждают на престижных международных конкурсах, выступают на различных фестивалях со знаменитыми дирижерами и коллективами, а также гастролируют в России и за рубежом. Они добавляют дому уюта и считаются его хранителями. А еще напоминают о беззаботном детстве. В Музее народной игрушки открылась выставка «Такие разные куклы». В экспозиции представлено более 100 кукол ручной работы саровских мастериц. Подробности в следующем репортаже. Создается впечатление, что это настоящие малыши. Куклы в технике реберн отличаются от живого младенца, только неподвижностью. Корпус игрушки сделан из винила, волосы из тончайшего махера, а глаза из стекла. Куклы ручной работы стали частью экспозиции Музея народной игрушки. Там открылась новая выставка. На выставке представлена работа мастеров нашего города. Все они живут у нас в городе Сарове, занимаются творчеством в самых разных направлениях. Выставка получилась очень разнообразная, интересная, но в то же время легкая, которая не только познавательная в плане рукоделия, но еще просто навевает хорошее настроение. Потому что куклы переносят нас в мир детства, в мир радости, в волшебство, чего-то такого теплого, уютного и очень комфортного. Здесь у каждой куклы своя история. Вот, например, Адель нашла своего друга-зайчика на чердаке своего дома. А куклы Аллы Цеповой уже живут в своем доме. И встретились они только на выставке. Ни одна кукла на выставке не повторяется. У каждой индивидуальные черты лица и свой характер. Мастерицы делают игрушки в самых разнообразных техниках. В экспозиции представлены более ста кукол. Интерьерные, текстильные, вязаные, каркасные. Также еще целое направление очень широко представлено – это народная кукла. Она с авторскими отступлениями, а также вот чисто в народных традициях. Обережные, обрядовые и сувенирные куклы в народном стиле. Выставка «Такие разные куклы» продлится до 9 декабря. Посетить ее могут все желающие с 10 до 18.00, без возрастных ограничений. Более подробную информацию можно получить по телефону 664-94. Саровчане стали призерами первенства Нижегородской области по плаванию. Юные спортсмены привезли в Саров золотые, серебряные и бронзовые награды. Тренируются пловцы на базе детско-юношеской спортивной школы «Икар». Подробности далее. Приплыть первым и установить рекорд города – такую задачу ставил перед собой на первенстве Нижегородской области по плаванию воспитанник детской спортивной школы «Икар» Артем Романов. И выполнил ее на все 100%. Там были очень сильные противники, и было им что-то сопоставить, было очень тяжело, но у меня получилось. На первенстве улучшила свой результат и Анастасия Корнишина. В соревнованиях в Нижнем Новгороде девочка участвует ежегодно. Сразу в двух заплывах на 100 метров вольным стилем и комплексным плаванием она заняла первое место. Я горжусь, что я заняла первое место. Я ходила на тренировки, занималась там, не ленилась. И благодаря этому я хорошо выступила на соревнованиях. В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов со всего региона. Защищали честь нашего города 16 юных пловцов детско-юношеской спортивной школы «Икар». Ирина Вышигородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин